Надо проводить битву экстрасенсов. Какая-то странная модернизация. То есть, если что, они ни при чем. Вы еще там сдурели, но, видимо, у него такая работа. И теперь гусь-свинье, так сказать, не товарищ. Привет, это я, Андрей Богданович, это Мой Погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это происходит уже два с половиной года. И это, да, мое личное мнение. На этой неделе кто станет главой Кировоградского облсовета, прогнозы астрологов и что говорят экстрасенсы. Нардеп от «Слуги народа» Воронько снова попал под раздачу. В Кропивницком новый секретарь, и это не Табалов. Вода по цене золота, тарифы на Кировоградщине самые дорогие. Цепюк ушел из мэра в Александрии, фанаты футбольной Александрии. И нацистские надписи в Александрийском горсовете. Начну с новости, которую видел, когда готовил уже выпуск, умер Станислав Березкин. Бывший народный депутат Украины, бизнесмен, политик, знаковый человек для области. У него был сложный как политический, так и деловой путь, но он был всегда одним из тех, кто влиял на жизнь в городе и в области. Мое сочувствие родным и близким Станислава Семеновича. Теперь к выпуску. Итак, новоизбранная власть вступает в свои права. Чуть позже мы поговорим об Александрии Кропивницком, где прошли первые сессии горсоветов. А сейчас об областном совете, потому что здесь надо проводить битву экстрасенсов. Только они смогут предсказать, кто же станет главой облсовета. Почему? Потому что расклады довольно интересные и неоднозначные. Итак, начнем с партии «Слуга народа». Им явно нужно отрапортовать о своей какой-никакой, но победе, хотя бы каком-то успехе. Но «Слуга народа» на Кировоградщине – это не одна сполченная сила. Это несколько групп влияния. Первая группа – это Тарасова. Местный олигарх время от времени пытается повлиять на политические расклады с переменным успехом. Кандидатом от Тарасова слухи называют Сергея Шульгу. С другой стороны, есть глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко. И в его интересах иметь главой облсовета своего партийца. Тут есть проверенный боец – это Валерий Афксентьев, когда-то глава Александровской райгосадминистрации. И есть сам по себе, например, Игорь Волков, бывший многолетний депутат горсовета Кропивницкого. Причем из всей троицы списка «Слуг народа» Игорь Волков – единственный член партии. Остальные – это беспартийные. То есть, если что, они ни при чем. Вот вам только от «Слуги народа» трое претендентов. А есть же еще Александр Черноиваненко, который наверняка скажет, «Вы чего там, сдурели? Я был и буду главой облсовета». Потому что номинально Батькивщина набрала в области больше всего голосов. И получается, что тут и слугам, и Батькивщине надо договариваться. И ни один астролог не сможет предсказать, как станут звезды 8 декабря на первой сессии Кировоградского облсовета. И договариваться придется, например, с Вадимом Волкановым и ОПЗЖ. У них 11 депутатов, которые могут своими голосами сделать главой облсовета любого практически. Что за это потребует сам Волканов? Думаю, как минимум, позицию заместителя главы облсовета. Представляете реакцию бывшего замглавы облсовета «Свободовца» Игоря Степуры? Вангую, что он назовет такой поворот реваншем партии регионов. И, честно говоря, на месте Кировоградцев ставил бы на тотализаторе на того или иного кандидата. Кто же? Шульга, Авксентьев, Волков или Черноиваненко? Трое слуг в предвыборной лодке, не считая Черноиваненко. Предприниматели бастовали на этой неделе в Киеве. Требовали не рассматривать закон о кассовых аппаратах, буквально давили на нардепов, чтобы те не голосовали за такой закон. И тут под руку им попал Александрийский нардеп из «Слуги народа» Олег Воронько. Он, кстати, с завидным постоянством попадает в нелепые ситуации или скандалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Миллион гривен в разных валютах. Как собрать такую сумму? Ответ прост. Оказывается, Воронько получает компенсацию от нас с вами, между прочим, за квартиру в Киеве. А это 19,5 тысяч гривен каждый месяц. Он, скорее всего, собирает и хранит. Ну, а по поводу ФОПов с их требованиями, мне кажется, Вороньку все равно. Это он раньше, когда был предприниматель, когда был предприниматель, айтишник, как он писал, я не знаю, каким айтишником, может, калькуляторами приторговал. А сейчас он все, он не ФОПщик, он миллионер, а теперь гусь-свинье, так сказать, не товарищ. Все, теперь Цепюк точно не мэр. Сергей Кузьменко вступил в свои права. Первая сессия Александрийского горсовета прошла в театре. Из-за этого, вероятно, все напоминало такую торжественную обстановку, торжество. Например, какое торжество? Проводы на пенсию. Букет, воспоминания многолетнего руководителя, пожелания здоровья и так далее. Степан Кириллович, конечно, волновался в своей прощальной речи, вспомнил свою поездку в 2016 году в Европу на мероприятие, организованное ООН. Тогда он, как мэр, представлял стратегию развития города Александрии до 2030 года. Потом, как пишет Виктор Голобородько в ресурсе «Тексты Александрии», драматически нарисовал перспективы человечества. Почему это Цепюка тронуло? Мол, весь мир идет в никуда, в Украине все президенты не понимали в промышленности, поэтому все валили, валили и валят сегодня. После этого выступил Сергей Кузьменко. Что стало понятно из его выступления? Во-первых, в Александрии будет свой театр и явно конкурент Кропивницкому. Там появится своя труппа. Это круто. Конкуренция, тем более в искусстве, это всегда хорошо. Среди других проектов это парк имени Шевченко и кинотеатр на Соборной площади. Из удивительного, даже александрийское пиво должно появиться. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Ну а Цепюк ушел не с пустыми руками. Сергей Кузьменко подарил ему фанатский абонемент на матчи Александрии. Так что вполне возможно у футболиста в Александрии появится новый талисман, такой себе александрийский парамон. Ну а что Цепюку еще делать на пенсии? Ну а потом в горсовете Александрии распределили руководящие должности. Первым замом Кузьменко стал Юрий Гугленко. Напомню, что раньше он был первым заместителем главы областного совета. Вторыми заместителями стали Юрий Шклерук и Ирина Чемерис, управляющий делами Сергей Завалий. То есть по потенциалу Александрия теперь с менеджерами всеукраинского и областного уровня. Кстати, давно ничего не было слышно от активиста Александра Кияшко. И вот дождались. Кияшко побывал в здании Александрийского горсовета и нашел раритет. Инсайт, я бы сказал. Депутатскую курилку. Выглядит она, конечно, в стиле не лучших годов Пабло Эскобара или подпольных собраний большевиков, или хуже того, заседаний нацистов. На двери курилки Александрийские приколисты из горсовета навесили разные надписи и таблички, где кроме надписи «Место для курения» есть надпись «Евреи здесь нежелательны». Это странная надпись на немецком для Александрийского горсовета. Ну а если это всерьез, то повесили такую надпись откровенная «Дебилы», если в шутку, то «Дебилы» с хреновым чувством юмора. В Кропивницком была своя первая сессия горсовета. Тоже были свои перестановки и интересные моменты. Во-первых, мы увидели впервые после болезни Андрея Райковича. Во-вторых, депутаты сняли с должности секретаря Андрея Табалова, назначили нового. Им стал Олег Калюк из пропозиции. Кропивницкие депутаты очень быстро пришли в рабочее настроение, переименовали горсовет в Кропивницкий горсовет, а не в горсовет города Кропивницкий, утвердили руководство и назначили новое заседание. Из интересного заместителями Андрея Райковича стали Михаил Бижан из «Слуги народа», Сергей Колодешный, Александр Мосин и Александр Вергун. Интересная деталь – треть депутатского состава теперь в Кропивницком горсовете – это женщины. Посмотрев на Александрийский и на Кропивницкий горсовет, я так понимаю, что это теперь как друзья-соперники. Обоим городским головам и Райковичу, и Кузьменко есть, что доказывать, и есть план работы, поэтому, возможно, конкуренция между городами. И это вполне в плюс их жителям. В прошлом выпуске я рассказывал, что хлеб подорожает, и теперь, оказывается, подорожает и вода. Называется стоимость почти 45 гривен за кубометр. А какого хрена? И это на 7 гривен больше, чем раньше. Причина – типа повышение цен на электроэнергию, общая инфляция и повышение минимальной зарплаты. То есть продолжается вот эта вот, знаете, традиция, как только правительство говорит о том, что поднимутся минимальные пенсии и зарплаты, значит, жди инфляцию и повышение цен. Вода для Кировоградщины – это тема больная, она самая дорогая в Украине, это вода, потому что тут, в принципе-то, воды и нет. Дикое поле, так называли раньше территорию Кировоградской области. И для того, чтобы обеспечить водой в достаточном количестве, и жители, и предприятия протянули водоканал Днепр-Кировоград. Пока вода по нему достигает Кропивницкого, то становится золотой, то есть дорогой. И как я погляжу, никакая реконструкция водоканала так и не привела к тому, чтобы вода потешевела, или хотя бы оставалась по старой цене. Какая-то странная модернизация. Получается, Кировоградщина – какая-то аномалия. Зарплаты в сравнении с украинскими низкие, а цены на воду самые высокие. Я так понимаю, еще немного и будет как в оккупированном Россией Крыму, когда на улицах ставят баки для сбора дождевой воды. Пока вода дорожает для населения Днепр-Кировоград, автомобили населения для водоканала Днепр-Кировоград дешевеют. Вот что я вычитал на ресурсе «Гречка». Днепр-Кировоград водоканал купил себе старенький Mercedes Vito 110 98-го года выпуска за 48 тысяч гривен. Чтобы вы понимали, что такое Mercedes Vito, это как VIP в империи авто, но когда они еще ездили. Так вот, как по мне, это странно. Mercedes за 48 тысяч гривен. Фунальное предприятие. Дело в том, что цена в интернете на такую машину как минимум в два раза выше. «Гречка» выяснила, кто продал водоканалу машину, и его же оказался главный механик Алексей Богородов. Причем оценивал он в прошлом году этот Mercedes Vito за 125 тысяч, а теперь продал за 48. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Водоканал со своей стороны говорит, что мол, а что тут такого, нас цена устраивает. А бывший хозяин объяснил дешевизну. Мол, там практически нет мотора, весь он ржавый, и там нужен крепкий капитальный ремонт. И вот не странно, в чем фишка. Водоканал, как коммунальное предприятие, оно что, часто покупает почти металлолом? Просто вот эти все телодвижения с этой машины напоминают какие-то странные махинации. Ну и в конце выпуска зима. В Кирово-Градской области выпал первый снег. Да, ненадолго, но напомнил, что Новый год и Рождество очень скоро. Так что успейте приготовить новогодние подарки. И на этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще. Кроме ситуации с коронавирусом. Но вакцина близко, поэтому, надеюсь, все скоро будет значительно лучше. Пока.